Откуда у тебя этот посох? Ты украл его у Снежной Королевы? А ты все еще не понял, Денис? Нет никакой Снежной Королевы! Кто же ты? Зови меня! Снежный Король! Суздаль открылся 21-й анимационный фестиваль. В этом году его программа как никогда насыщена, а зрителей, как маленьких, так и взрослых, ждет много сюрпризов. Можно будет не только посмотреть мультики, но и принять участие в квесте. Его участники на протяжении четырех дней, столько длится фестиваль, будут разгадывать загадки и искать артефакты, спрятанные в Суздале. Среди мэтров мультипликации в этом году Юрий Норштейн, Андрей Петров, Андрей Хрожановский и другие. Сергей Меринов, режиссер студии «Пилот», в конкурсе принимает участие и как руководитель проекта. Его ученики представили работу из серии сказки народов мира. Анимационный фильм «Та черепаха» выполнен в технике сыпучей анимации. Мы там использовали и песок, и кофе, и чай, и манку крашеную, и соль. В общем, чего только там. Все, что может сыпаться. Поскольку Куба у нас ассоциируется с пляжами, с песком, поэтому мы придумали сделать эту сказку в такой технике. Отдельного упоминания заслуживает оформление фестиваля. По словам Марины Курчевской, дочери знаменитого советского мультипликатора Вадима Курчевского, в 2016 году было решено в оформлении использовать мотивы иллюстрации Геннадия Калиновского «Колисия в стране чудес». Поскольку была игра, заявленная как принцип фестиваля, вот мы подумали, что может быть игрой. Шахматы, карты, игра как таковая. За три дня мы своими руками, при помощи двух студентов наших, мы возводим декорации. Вот руки все в порезах. Произойдет просто, я считаю, очень важное событие, потому что у нас будут специально приглашенные гости. То есть это люди не из мира анимации, это люди со стороны, но очень высокого класса психологи, историки искусства, философы, художники, которые постараются оценить то, чем мы занимаемся, немножечко со стороны, такой взгляд извне. В конкурсной программе «Мультфеста» заявлено 97 работ. Еще 55 фильмов покажут вне конкурса. 20 марта в воскресенье объявят победителей. Борис Пучков, Егор Хребко, «Губерния-33».